Девушки отдыхают 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 Да, мы начали с братом ее в Украине и продолжаем ее здесь с 2014 года. Пришло предложение из Молдовы и было еще, может быть, из других стран, но они были подальше и уже конкуренция тоже в стране, в других странах тоже есть свои уже спортсмены, более конкурентные. В Молдове, так скажем, мало спортсменов на самом деле, потому что маленькая страна, конкуренция меньше и добиться результата тоже можно из-за того, что и выехать на международные соревнования легче и показать себя там. И уже ты готовишься именно к основным соревнованиям, не к отбору, чтобы поехать только на международный, ты уже готовишься целенаправленно к международным статусам. Ну, тренировки у всех очень, как бы, объемистые, ну, забирать много энергии, это, ну, нелегко. Каждый день просыпаться, там, в 6 утра, в 6.30, в 7, и уже в это время ты должен сделать тренировку, потом идешь на завтрак, потом еще одну тренировку, потом обед, потом снова тренировка, поэтому, ну, нелегко. Поэтому надо себя настраивать, надо терпеть и идти, как бы, до конца. 6 дней в неделю – это минимум от 10 до 12 тренировок, получается, в зависимости от их общего объема. Там может быть и одна тренировка, может быть и полтора часа, может быть и два. В зимний период, когда базовая подготовка, минимум 2 часа – это основная тренировка, потом после этой ты идешь еще в зал минимум на 30 минут до часа. И так каждый день. В этом виде спорта нужен водоем. Водоемы в Молдове присутствуют, но нету грибных баз специально специализированных, потому что они все находят, эти все базы старые. Мы тренируемся в таких условиях, как бы, скажем, спартанских, грубо говоря, вода есть и в этой тренируешься. Но я думаю, если бы вы сделали более целенаправленную базу для грибли, сделали бы дорожки, закупили бы стартовые системы, дорожки. И проводили, как бы, можно проводить уже соревнования, может, даже международного уровня, сделать какую-то грибную базу, чтобы там, может, были какие-то комнаты, проводить тренировочные сборы. Ну, все виды спорта, я думаю, как бы, хотели, чтобы в них больше влаживали денег, потому что не только грибли, есть еще и борьба, и бокс, и другие виды спорта, и легкая атлетика, метание копья. И все нуждаются в большем финансировании, чтобы можно было повести не только одного человека, либо двоих, а чуть команду побольше с перспективой на будущее. Поэтому, как бы, важно финансирование, потому что надо инвентарь покупать, менять инвентарь, каждый год что-то меняется, что ты хочешь новое. Поэтому это все зависит от финансирования. Надо, чтобы финансирование было, от него и зависит будущее спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чувство было, что наконец-то это все закончилось, потому что, ну, в голове эти соревнования стояли несколько лет, и у каждого спортсмена, и наконец-то оно закончилось. Я был очень доволен, что смог повторить результат, который был в 2016 году. Но разочаровался, что не смог его улучшить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На старте я стараюсь ни о чем не думать и сделать максимально все правильно, технично, чтобы себя, ну, мыслей, лишних мыслей не было. То есть надо посушить полностью голову и сделать то, что ты делаешь на тренировке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, да, из-за пандемии чуть-чуть там были правила свои, нельзя выходить в город, там надо все в маске ходить, но это мы уже за год привыкли, что и есть такое, поэтому это было не в новинку, не в новинку было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не думаю, что им труднее заливать медали на Олимпиаде, потому что все возможно, даже вот, допустим, я уже в Молдове 8 лет, два раза смог подняться все-таки на педестал. И были очень хорошие претенденты, но у них чуть-чуть, может, не получилось, то есть в борьбе, в легкой атлетике, все были очень близки. Но я думаю, ну, эти все спортсмены, которые занимали эти места, они все молодые, то есть у них есть перспектива, они уже не то, что это последняя их Олимпиада, я думаю, у них еще минимум две Олимпиады впереди, поэтому с первой Олимпиады может не получиться, но со второй Олимпиады может быть такое, что у Молдовы будет уже не одна медаль с Олимпиадой, думаю, может быть уже и две, и три, может и больше. Чем больше медалей будет для Молдовы, я думаю, тем лучше будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что это нужно все вместе, нужно и поставить себе цель, усердные тренировки, то есть режим дня, сделать свой характер боевым, чтобы никогда не сдаваться, то есть еще много других факторов, тоже важен и талант, но иногда можно и без таланта добиться усердным трудом, поэтому это все важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на Олимпиаде самое сложное было, что ты все-таки, по сравнению с другими соревнованиями, ты должен идти каждую гонку на 100%, а не было бы потому, что если это предварительный завес, допустим, на Кубке мира или на Европе, можно чуть-чуть спокойнее пройти, ты все равно, как бы потом пройдешь через полуфинал. Но на Олимпиаде каждая гонка должна была быть 100%, потому что все туда приехали, чтобы попасть в финал и добиться лучшего. Ты можешь расслабиться, и сразу тебя могут со стороны объехать, и уже будет поздно, чтобы что-то предпринять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я когда остановился на старте, я не думал о медали, потому что лучше не загадывать заранее. Я просто остановился, и у меня цель была сделать правильную работу, которую делалось на тренировках, технически правильно все исполнить и сделать максимально хороший рисунок именно тактический прохождение дистанции. Ну, спорт – это уже часть моей жизни, это уже как бы стиль жизни, ты уже без него, каждый спортсмен, большинство спортсменов уже без него не могут. Я бы сравнил, не знаю, с чем его можно сравнить. Это уже получается, это твоя жизнь. Если ты уже зашел в профессиональный, ты уже будешь продолжать даже через 20 лет, ты все равно будешь к этому привязан, будешь уже делать что-то другое, но все равно спорт даст тебе дисциплину, с которой ты будешь уже двигаться дальше по жизни. Ну, еще так далеко не смотрел, но хотелось бы, конечно, свое жилье уже в Молдове. Так, живу, но пока на съемной квартире, хотелось бы, конечно, свое жилье. Ну, думаю, что в скором времени, надеюсь, оно появится. Уже хотелось бы, ну, благоустроиться, ну, как бы иметь машину, квартиру. У меня, допустим, этот, ну, год уже, как я вышел здесь в квалификации, нет зарплаты. Ну, я так, чисто на таком энтузиазме уже шел. Но были люди, которые мне помогали именно финансировали, то есть безвозмездно. То есть давали деньги именно из своего кармана, не где-то там, как бы из каких-то источников. Именно свои личные деньги, которые ничего в этот момент не просили. И я очень им благодарен. Подготовка к Олимпиаде проходила... У нас, как бы, в федерации очень маленький бюджет. Небольшой, на самом-то деле, по сравнению с другими федерациями. Нам помогал сейчас в подготовке сильно олимпийский, национально-олимпийский комитет. То есть Николай Ивравский, там выделялись деньги на подготовку, на выезд к соревнованиям. Зарплата... Чтобы получить зарплату, надо, чтобы были какие-то соревнования. И ты должен на них выступить. Ну, в 2020 году были соревнования. Я выиграл Кубок мира. Но там хотели, когда у нас еще был президент федерации Яков Бухна, он там пробовал добыть, как бы, зарплату, но не получилось. Из-за того, что выиграл Кубок мира. Но это, как бы, не в счет. И зарплату мне не дали. Молдова, это для меня значит уже многое. Я уже здесь, можно сказать, живу. Потому что переехал с Украины с братом сюда. То есть я уже гражданин Молдовы. Здесь живу. То есть я не могу сказать, что я, как бы, так, сбежал оттуда или что. Уже, как бы, я тоже гражданин Молдовы. И я рад, что нас хорошо приняли. И что мы можем для Молдовы сделать что-то полезное. Медаль – это уже показатель того, чего ты добился именно своим трудом. То, что ты смог проявить себя уже на соревнованиях, свои тренировки. То, что ты каждое утро просыпался. И это, как бы, вознаграждение. Спорта и пределов нет. Ты можешь стать олимпийским чемпионом. Но у тебя будет, допустим, следующая цель – повторить свой результат. То есть, либо если ты, как в легкой атлетике, бегаешь. То есть ты можешь выиграть олимпиаду, допустим, с временем. Ты захочешь сделать мировой рекорд и олимпийский рекорд, чтобы он был уже в истории.